Урок третий на сегодня. Назвал его словом «знаки». По улице, когда ты едешь, дорожные знаки крайне нужны. Есть страны, где эти знаки, ну, ими игнорируются. И ты крутишься, в Израиле тоже не всегда все понятно, в некоторых, особенно арабских городах со знаками. Ты ездишь и ищешь чего-то, там ни номеров, ничего нет. В других местах все очень понятно, в Германии, например, в Голландии. Там как бы все по циркулю, и очень легко ехать по дороге, ты сразу знаешь, куда поворачивать знаки. Кто из вас читал когда-нибудь книгу, о книге, о рассказе Каэс Льюиса? Знаете, про кого я говорю? Он там использует вот эту систему знаков, когда он проводит детей через разные испытания, говоря, смотрите на знаки, вы выберетесь из этих обстоятельств. Знаете, что священные писания полны подобных знаков. И знаков о Машиахе, знаках, о вещах, через которые мы сегодня проходим. И, как говорится в Писании, умный да узрит, а у кого есть уши да услышит. Мы не всегда все понимаем, но именно поэтому вот это слово не отменено и имеет актуалью. Я прочитаю просто несколько стихов, которые говорят о Машиахе. И вы знаете, кстати, это классная традиция исторической церкви, которая накосячила очень много и сделала много грехов не только против друг друга или Израиля, но и против Бога. Но есть покаяние, есть места. И опять-таки говорю, все мы человеки. Так вот, в этой исторической церкви последний месяц или даже немножко больше перед ихним Рождеством, как они считают в конце, проходят чтения из священных писаний, где они вспоминают все эти знаки. От бытия до рождения Иешуа. И вы знаете, это очень как бы правильная, сильная традиция. Особенно родителям, особенно родителям, те, чьи дети учатся в светских или неподдерживающих Новый Завет заведениях. Очень советую про эти знаки с детьми говорить. Когда они вырастут, они смогут свидетельствовать Иешуа намного яснее благодаря этим знакам. Второзаконие 18, 15. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». Исайя, 9 глава, 6-7 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. И нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. И в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Циваотоса делает это». Исайя, 52 глава, 13-14 стих. «Вот раб мой благоуспешен, возвысится, вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько было безображен паче всякого человека литки его и вид его паче сынов человеческих». Те, кто знает Писание, легко видят аналогии, которые происходили с Ешуа в его земной жизни. Еще место. Захария, 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодать и умиление, а не возряд на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о изнародном сыне и скорбеть, как о первенце». Понятно, что мы можем по-разному интерпретировать любой стих. Это все субъективно. Но если мы отбрасываем свое мнение и пытаемся быть более-менее объективны, и мы читаем сотни, не десятки, а сотни стихов, которые есть о Машиахе в Танахе, то просто нету сомнения. Мне рассказывал один человек, который воспитывался, я в кавычках говорю, но это правда, у ног больших рабоним, у ног больших равинов, и был наставлен во всем. Он говорит, когда я начал читать Танах сам, то вначале мне попытались запретить, но тем самым разожгли во мне интерес читать Танах и читать. Он говорит, когда мне впервые попалась книга Матфея, Евангелие от Матфея, я начал его читать, то мне даже не нужно было дочитывать до конца, а на нескольких первых главах у меня все сошлось. И я понял, что все, что я изучал в Танахе, все эти знаки сошлись на этом, кого в этих ешивах гнали, ешуа из Назарета. Поэтому я просто советую, чтобы каждый родитель особенно, есть полным-полно в интернете пророчества о рождении ешуа, просто скачайте, посмотрите, разберитесь с детьми вашими эти стихи Писания, и будете благословлены. Это урок третий с названием «Знаки».